Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видео серия для начинающих садоводов и огородников. Так как приходит очень много вопросов о выращивании арбузов, сегодня решила осветить все темы и на все вопросы, которые мне пришли, я отвечу. Так, как узнать, опылился ли цветок арбуза, я уже рассказала. Кого интересует, смотрите, есть видео. Потом, зачем именно опылять вручную арбузы в теплице, тоже смотрите видео. И вот еще один вопрос, который задают часто. А зачем формировать арбуз в теплице? И обязательно ли нужно это делать? Можно ли просто? Вот все, что вырастает, пусть и растет. Я сейчас отвечу, ну как постараюсь подробно ответить и донести людям, зачем нужна именно нам формировка. Вот этот арбуз у меня сформирован по первому способу, то есть нижние два я удалила вообще. Потом следующие я пока не удаляю, вот видите, боковые растут, я их не удаляю. Если на них не будет никаких как женских цветов, я их тоже обрежу. Бесплодные плети я тоже все обрезаю. За счет этого, вот у меня один арбузик будет, вот второй. За счет этого все питание, корневая система будет работать у меня только на плоды. Формирование, повторяю как еще раз, формирование куста ускоряет созревание плодов. Потому что, сейчас покажу вам наглядный пример. Если бы вот эти боковые плети, вот видите, вот основной стебель, он идет. Пока нет ни одного цветка женского, но скоро он будет. Но вот эта вот плеть боковая, которая не удалена, она почти такая же размер, как основной стебель, но она бесплодная, ничего на ней нет, и растение работает, корень качает все эти питательные средства только на вот эту зеленую массу. Вы видите, вот мужской цветок, мужской цветок, мужской цветок, мужской цветок, мужской цветок. Женских цветков тут даже не предвидится. Поэтому, не формируя куст арбуза, не обрезая вот эти нижние длинные-длинные плети, которые питаются из этого же арбуза, мы удлиняем вот этот процесс. Если сейчас вот здесь появится женский цветок и завяжется арбузик, то все питательные вещества будут делиться пополам. Половина будет идти этому арбузику на эту плеть, а половина на вот эту бездетную, без завязи, плеть. Ясно, что если будет половина питания этому арбузу, то он будет дольше наливаться, созревать, формироваться вот этот весь огромный плод. Вот для этого мы и обрезаем. Вот этот куст у меня, я его хочу формировать по второму способу. Это когда сразу не обрезаем, оставляем вот эти все растущие плети, и после этого осматриваем их. Если вот все мужские, я спокойно его убираю. Если бы здесь был женский цветок с завязью, я после цветка оставила бы два листика и укоротила бы. Но эту плеть я смело могу обрезать. Она никакой пользы арбузу не приносит. Вот в этом и есть смысл формирования всех этих кустов. Поэтому мы обрезаем, все делаем для того, чтобы все силы растения бросало на формирование вот этих плодов, а не на выращивание зеленой массы своих пасынков. Пасынки могут так разрастись, что питание до арбузиков вообще не дойдет, и они у вас будут только поздно-поздно осенью и могут вообще не вызреть. Зеленая масса будет вытягивать все с материнского куста, вот эти пасынки, и все. У меня вот здесь, видите, все, вот этот куст тоже сформирован, он все лишнее удалено, остаются только вот эти боковушки. И то, я посмотрю, если здесь не будет женских цветков, я их тоже обрежу, тогда вот этот хороший, здоровый, сильный кустик арбуза будет формировать вот этот плод. Будет все растение работать на один плод. Вы потом там дальше еще будут, конечно, плоды. Вы представляете, а если бы эти пасынки остались, которые я обрезала, то для обеспечения жизнедеятельности вот этих листьев, все питательные вещества у этого арбузика забирались бы, и развитие замедлилось бы. Ну все, я не знаю уже, как подробнее объяснить. Я надеюсь, я ответила на вопрос, зачем формировать кусты арбуза в теплице? В открытом грунте там немножко другая ситуация, но там тоже люди, вот кто хочет получить ранний урожай, но не ранний, а хотя бы, чтобы вызрели они до зимы арбузы, там тоже кусты формируют арбузные. Заходите на мою страницу в Одноклассниках, Ольга Чернова, город Бийск, Алтайский край. Нынче все-все вопросы, касающиеся арбузов и дынь, я во время своих видеороликов на все вопросы отвечаю, все у меня на странице и на канале YouTube. До свидания! Я желаю вам всем, кто ни разу не пробовал это увлекательное занятие выращивания арбузов, вырастить свой первый в жизни арбуз. Они самые-самые вкусные! Арбузы, выращенные своими руками. До свидания!